Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, ребята! Мы начинаем с вами урок по теме элементы соединения и смиссии с использованием технологии личностно-ориентированного обучения. Дата проведения урока 19 сентября 2013 года. Урок проведу я, учитель Назарбаев интеллектуальной школы Гаджиева Галина Николаевна. На урок приглашаются ученики 7, 8 и 9 классов. Целью данного урока будут следующие. Знать понятие материя, химический элемент, соединение, смесь. Цель изучения, которому способствует данный урок, это первое, сформировать понятие материя, химический элемент, химическое соединение, вещество, смесь. Второе, отличие соединений от смесей. Цель урока. Ребята, вы будете изучать понятие материя, элемент, химическое соединение, смесь, рассматривать образцы железа, серы, железно-серной смеси и сульфида-железа, нагревать железо-серную смесь и объяснять происходящие изменения. Языковые цели. Ученики способны правильно использовать новую предметную лексику и терминологию. Материя, элемент, соединение, смесь, однородное, неоднородное, физические явления, химические реакции. Полезный набор и фраз для диалога и письма. Одни виды материи имеют массу, к другому виду материи, поле, относятся. Материю мы определяем как. Вещество – это вид материи. По составу смеси отличаются от химических соединений. Сопоставив свойства смеси и химических соединений, можно сделать вывод. Смеси можно разделить на составляющие компоненты. Химические соединения можно разделить на составляющие компоненты. Наблюдая взаимодействие серы и железа при нагревании, можно сделать вывод. Ожидаемые результаты. Учащиеся должны развивать умение для поиска взаимосвязи между новым и изученным материалом, умение постановки и поиска решений проблем, речевую деятельность, участвовать в общем диалоге, умение слушать и слышать другого человека, рецензирование и саморецензирование ответов. Урок мы начнем с высказывания Дмитрия Ивановича Менделеева. Я предлагаю вам закончить предложение. Знания, которые вы можете проверить свои, исходя из курса естествознания за 5 класс. Первое. То, из чего состоят физические тела. Второе. Мельчайшая неделимая частица. Третье. При физических явлениях меняются. Четвертое. При химических явлениях происходит. Пятое. Большинство веществ являются. Шестое. Агрегатное состояние смесей. Седьмое. Воздух – это смесь. Восьмое. Морская вода – смесь, раствор. Девятое. Мороженое – это смесь. И теперь проверим, что получилось у вас. Первое. То, из чего состоят физические тела – вещества. Второе. Мельчайшая неделимая частица – атом. Третье. При физических явлениях меняются форма и состояние тел. При химических явлениях происходит превращение одних веществ в другие. Большинство веществ являются смесями. Агрегатное состояние смеси – твердое, жидко-газообразное. Морская вода – смесь, раствор, солей, твердое вещество и воды, жидкость. Мороженое – это смесь льда, сливок, ароматизаторов, воздуха, а иногда и пищевых красителей. Проверьте сами себя. И если что-то ответили неправильно, мы сейчас с вами разберем в ходе данного урока. Первый вопрос. Понятие материи и вещества. Как мы ощущаем окружающий мир? Глаза видят, уши слышат, пальцы чувствуют, мышцы ощущают тяжесть, язык – вкус. Все ли можно ощутить непосредственно? Юпитер имеет спутники, но кто их видел непосредственно? Как можно их увидеть? Правильно, с помощью приборов. Значит, приборы – это продолжение наших чувств. Они помогают ощутить реальность, опосредственно, или посредством различных приспособлений. А если темно, как мы воспринимаем окружающее? Чтобы видеть, нужен свет. Свет – это материя или нет? Можем ли мы ночь сделать днем? Свет – это объективная реальность? Да. Свет – это материя. Почему мы ходим по Земле вверх головой, а не вверх ногами? Так организм с помощью вестибулярного аппарата откликается на наногравитационное поле Земли. Гравитационное поле – материя или нет? Материя. Мы часто пользуемся телефоном. Звук передается на расстоянии с помощью электромагнитных волн. Электромагнитные волны – материя или нет? Материя. Магнитное поле Земли существует на самом деле? Да. Можно его обнаружить? Да. Действие магнита на железо. Магнитное поле – материя или нет? Материя. Сделаем вывод. Одни виды материи имеют массу. Горные породы, физические тела, воздух, микрочастицы, планеты и т.д. Этот вид материи относится к веществу. Гравитационное поле, световое поле, электромагнитные волны, радиационные лучи, магнитное поле не имеют массы покоя. Они относятся к другому виду материи – полю. Итак, материя – это вещество, поле и другие возможные виды. Понятие материи и вещества. Значит, материю мы определяем как реальность, существующую объективно, воздействующую на наши органы чувств непосредственно или опосредованно. Вещество – это вид материи, характеризующийся массой. На данной таблице представлены физические свойства веществ. Название вещества – агрегатное состояние, цвет, растворимость в воде, температура плавления. Поваренная соль – первое вещество. Оно твердое, белое, растворяется в воде. И температура плавления приблизительно 800 градусов по Цельсию. Серо – твердое, желтое, вещество не растворяется, 119 градусов примерно по Цельсию. Железо – твердое, темно-серое по цвету, нерастворимо в воде. Температура плавления примерно 1539 градусов по Цельсию. И вода – жидкая, бесцветная, температура плавления 0 градусов. Вещества. Чем одно вещество отличается от другого? Проанализировав результаты таблицы, вы можете сделать правильный вывод. Каждое вещество характеризуется своим набором свойств. Свойства. Свойства могут быть физические и химические. Физические – это цвет, блеск, плотность, электропроводность. Химические – проявляются в химических реакциях. Сравнительная характеристика смеси и чистого вещества. Следующий вопрос нашего урока. После объяснения я предлагаю вам заполнить таблицу. Признаки сравнения – чистое вещество, смесь. А лучше, если вы это сделаете во время объяснения нового материала. Расчерстите в тетрадях данную табличку. И начинаем разбирать вопрос. Сравнительная характеристика смеси и чистого вещества. Чистые вещества смеси. Сера и железо – это химические вещества. Если перемешать порошок серы и железные опилки, получится обычная смесь, компоненты которой легко различить с помощью увеличительного стекла. Смесь обладает свойствами, взятых в отдельности веществ. Сейчас мы с вами посмотрим фрагмент номер 1. К смеси железных опилок и кристаллической серы, лежащей на листе бумаги, снизу подносим сильный магнит. Железные опилки притягиваются магнитом. А сера не обладает магнитными свойствами. Круговыми движениями магнита отделяем железо от серы. Железные опилки, например, сохраняют магнитные свойства. Однако, если эту смесь нагреть, произойдет химическая реакция. Атомы железа соединяются с атомами серы, образуя сульфид железа. Посмотрим с вами еще один видеофрагмент. Смесь порошков, железа и серы нагреваем на пламени спиртовки. Сера плавится и начинает реагировать железом. Реакция сопровождается выделением тепла и света. Реакционная смесь раскаляется. В результате экзотермической реакции соединение между серой и железом на дне пробирки образуется сульфид железа-2. Нагревание необходимо для начала реакции, так же, как необходимо горящая спичка, чтобы поджечь газ. Реакция образования сульфида серы – пример реакции соединения, где два простых вещества взаимодействуют, образуя более сложное вещество. Продукт реакции отличается по свойствам от исходной смеси. Например, из сульфида железа нельзя магнитом извлечь железо. В новом веществе оно утратило магнитные свойства. Итак, что мы получаем после изучения данного вопроса? Таблица признаки сравнения, чистое вещество – смесь. Признаки сравнения. Состав – постоянный, непостоянный. Вещества – одно и то же, смесь – различные. Физические свойства – постоянные, непостоянные. Изменение энергии преобразования происходит там, где чистое вещество, где смесь – не происходит. Разделение. С помощью химических реакций можно разделить смеси только физическими методами. Химические элементы состава вещества. Следующий вопрос. Сопоставим свойства двух веществ одинакового строения. Железо – температура плавления 1539 градусов по Цельсию. И меди – температура плавления 1080 градусов. Оба вещества имеют высокие температуры плавления, но они отличаются друг от друга свойствами – цветом, плотностью, электропроводностью. Только ли строение оказывает влияние на свойства веществ? Нет, на свойства веществ влияет еще и состав. Из чего состоит меди-железо? Это не молекулярные вещества, они состоят из атомов. А все ли атомы одинаковы? Исходя из различных свойств веществ, можно предположить, что они состоят из разных атомов. Атомы отличаются друг от друга размером, массой и другими свойствами. Каждый вид атома, то есть совокупность однотипных атомов, называют химическим элементом. Они являются составной частью вещества. Атомы в составе водорода и кислорода одинаковые или разные? Разные. Кислород состоит из атомов химического элемента, который также называют кислородом. Водород состоит из атомов химического элемента водорода. Атомы этих элементов отличаются друг от друга размерами и массой. Следовательно, вода состоит из атомов двух химических элементов. Кварц состоит из кислорода и кремния, негашеная известь из атомов кальция и кислорода. Химический элемент – это составная часть вещества, представляющая собой вид атомов, которые характеризуются определенными свойствами. Химические элементы, образующие вещества металлы, называются элементами металлами. Химические элементы, образующие вещества неметаллы, называются элементами неметаллами. Знаки элементов расположены в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева и обозначаются начальными буквами от их латинских названий. оксигениум – О, карбониум – С, гидрогениум – H, нитрогениум – Н. Поскольку название многих элементов начинается на одинаковую букву, то некоторые элементы обозначаются двумя латинскими буквами. Проведем сопоставление. Азот – нитрогениум – Н, натрий – натриум – натрий. Магний – магнезиум – М, марганец – манганум, видите, как обозначается – М и Н. Углерод – карбониум – С, хлор – хлориум. Обратите внимание, две буквы латинского «Ф» – С и Эль. Фтор – фториум – Ф, а железо – феррум – Ф и Е. Элементы соединения и смеси. Попробуем ответить на данные вопросы. Перед вами изображена картинка. На картинке представлены камни или минералы. Что это? Элемент соединения или смесь? Правильно. Это будет смесь. Минералы – это смесь. Здесь элемент соединения или смесь. Медная проволока. Правильно. Медь – это элемент. Элемент соединения или смесь. В данном случае представлены конфеты. Минералы – это смесь. Правильно. Это будет смесь. Элемент соединения или смесь. Сахар. Совершенно верно. Это будет соединение. Элемент соединения или смесь. Алмаз. Это элемент состоит из углерода. Элемент соединения или смесь. Чай. Это смесь. Элемент соединения или смесь. Соль. Это соединение. Элемент соединения или смесь. Газ – неон. Это элемент. Элемент соединения или смесь. Капельки воды здесь. Это будет соединение. Элемент соединения и смесь. Алюминиевая банка. Состоит из элемента алюминия. Элемент соединения или смесь. Лимонад. Лимонад – это смесь. Элемент соединения или смесь. Серебряный подстаканник здесь. Это будет элемент серебра. Итак, смеси классифицируются на гетерогенные, неоднородные компоненты. То есть они видны. И комогенные, однородные компоненты. Где не видны непороженным глазом частицы, которые входят в состав этой смеси. Гетерогенные, неоднородные компоненты. Видны это, например, взвеси. Взвеси характеризуются, вернее, классифицируются на суспензии. Это смесь твердого и жидкого. И эмульсии. Это смесь жидкого и жидкого веществ. Гомогенные, однородные компоненты. Где не видны в составе смеси. Относятся к растворам. Растворы бывают газообразные, жидкие и твердые. Смеси можно разделить, мы с вами выше говорили, физическими методами. Способы разделения. Гетерогенные смеси. Это отстаивание. Этот способ основан на различной плотности веществ или различной смачиваемости веществ. Фильтрование. Это различная растворимость веществ. Размеры частиц здесь участвуют. И действия магнитом. Это различные магнитные свойства. И гомогенные смеси. Их можно разделить выпариванием или кристаллизацией. Способ основан на различных температурах кипения. И дистилляция, перегонка. Это тоже основано на различных температурах кипения. И есть еще один способ разделения смеси. Хроматография. Различная поглощаемость компонентов смеси веществом. И посмотрим с вами 4 видеофрагмента, на которых будут представлены все эти способы разделения смеси. Выпариваемый раствор наливаем в фарфоровую чашечку для выпаривания. Зажигаем газовую горелку. Регулируем доступ воздуха. Начинаем нагревать раствор. Раствор закипает. Пары воды постепенно улетучиваются. В чашке в виде сухого остатка остается вещество, содержавшееся в растворе. Стеклянной палочкой сильно перемешиваем осадок. Образуется взвесь. Под действием силы тяжести частички твердого вещества вновь оседают на дно стакана. Происходит отстаивание. После сборки прибора для перегонки заполняем холодильник водой, соблюдая принцип противотока. При нагревании жидкость перегонной колбы закипает. Пары из колбы через насадку попадают в холодильник. Конденсируются. И через алонж капли дистиллята стекают в колбу приемник. Фильтруемый раствор, содержащий взвесь твердого вещества, по стеклянной палочке наливаем в фильтровальную воронку. Твердые частички задерживаются фильтром из фильтровальной бумаги, а прозрачный раствор, фильтрат, стекает в стаканчик. Закрепление знаний. Для того, чтобы выполнить задание, необходим доступ в интернет, в онлайн-режиме. Ссылка, по которой можно пройти, представлена на слайде. Суть задания заключается в том, что вы должны будете распределить элементы соединения и смеси и объяснить, почему вы сделали такой выбор. Домашнее задание. Подготовьте презентацию по теме «Химические элементы в организме человека». Пройдите по ссылке, которая представлена ниже, и заполните концептуальную карту. Литература, которая была использована на данном уроке, это учебник Лилии Кузнецовой «Химия за 8 класс» для общеобразовательных учреждений, издательства «Мнимозина, Москва, 2010 год». На сайте 1 сентября, на сайте BBC, представлены данные материалы. Все материалы могут быть найдены на сайте www.nish.edu.kz Спасибо. До свидания.